МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Беларусь помнит, в праздновании Дня Победы приняли участие сотни тысяч жителей Гомельской области. Они по зубу сердца вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстаивал наш мир и свободу. Профессиональный праздник как повод для подведения итогов. На минувшей неделе также отметили День радио, телевидения и связи. О современных буднях телерадиокомпании «Гомель» материал Евгений Кохоронок. Волейбол по-гомельски. Минувший сезон стал удачным для команд региона. В причинах успеха разбирался Максим Савин. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Традиционно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечают День государственного герба и государственного флага. Флаг, герб и гимн – главные атрибуты любого суверенного государства. Они отражают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры и мировоззрения народа, его стремление к самоопределению и самостоятельному развитию. Сегодня в Гомеле к этому празднику приурочили торжественный прием детей в пионерскую организацию, а молодых людей – в Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Ежегодно новые членские билеты БРСМ вручают именно в этот день. На центральной площади Гомеля в общественную организацию вступили 12 молодых людей. Это выпускники гимназии, студенты вузов и молодые специалисты предприятий. Также сегодня 75 гомельских школьников произнесли торжественные обещания и были приняты в Белорусскую Республиканскую Пионерскую Организацию. Очень символично, что сегодня здесь на площади в день герба и флага мы повяжем галстуки, пионерские галстуки лучшим октябрятом города Гомеля. И символично, что именно 75 ребят сегодня здесь будут приняты в год 75-летия освобождения Беларуси. Поэтому мы очень рады этому событию и мы уверены, что вот эти лучшие пионеры уже на данный момент будут лучшими гражданами нашей страны. Слезы счастья, чувство благодарности за мирную жизнь, поздравления и объятия. В регионе прошли сотни мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие и открытие нового памятника в Гомеле, парад катеров в Лоеве, автопробег дорога памяти в Добруше, квест-игра «Дорогами войны в Жлобине», выставка фронтовых писем в Калинковичах. В праздновании Дня Победы приняли участие сотни тысяч жителей Гомельской области. Они по зову сердца вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстаивал наши мир и свободу. Спустя 74 года после окончания той страшной войны, это ярко свидетельствует – Беларусь помнит. В Гомеле первые самые торжественные победные аккорды – шествие «Беларусь помнит», которое началось с площади восстания. Люди пришли на него с портретами своих замечательных предков – ветеранов кровопролитной войны, которую мы никогда не забудем. Миллионам белорусских семей победа в ней досталась невероятно дорогой ценой. Отец очень переживал войну, он горел, поэтому старался быть лаконичным. Страшная война была, единственное у него выражение. Очень много друзей потерял своих, поэтому командир экипажа, командировщика Ил-4. Парад в Гомеле объединил 25 тысяч человек – ветеранов, представителей власти, трудовых коллективов, общественных объединений, спортсменов и творческую молодежь. С тротуаров участников колонны приветствовали горожане. Во время митинга на мемориале «Вечный огонь» речь об областном центре Великой Отечественной. В начале войны части Красной Армии и ополченцы на протяжении почти 50 дней сдерживали врага на гомельском направлении. За это время они уничтожили более 80 тысяч гитлеровцев. Наша общая победа складывается из отдельных судеб людей, которые сражались на передовой и в партизанских отрядах, выживали в годы оккупации и восстанавливали страну. Тех, кто пережил войну, дожил до победы – до 74-й. Валентина Ковалева 9 мая отметила сразу два праздника – День Победы и свой 87-й день рождения. Первое событие, говорит сквозь слезы счастья гомельчанка, для нее намного важнее. Каждый год обязательно, каким бы ни было здоровье, присоединяется к празднику. На стенде, расположенном рядом с кинотеатром имени Калинина, фотографии ее мужа и родных, прошедших войну. Женщина и сама ее хорошо помнит. Все дороги войны, бомбежки, все было мною испытано. И поэтому самый главный на сегодняшний день праздник, всем праздникам праздник – это День Победы. Рядом с кинотеатром традиционное угощение солдатской каши и выставка военной ретротехники. Фотографии рядом с раритетными машинами делают сотни людей. Особое внимание – танку. Он в коллекции военно-исторического клубного объединения «Честь мундира» появился только в этом году. Нам очень приятно, что с каждым годом люди более живо реагируют, потому что техника все эти 8 лет старая, ремонтируется от парада до парада, а в параде она сегодня проявилась очень хорошо. Вся техника проехала, и для нас это на самом деле радость, как коллекционеров ретротехники в первую очередь. Главное, что объединило гомельчан и гостей города во время празднования Дня Великой Победы – благодарность нашим предкам за мирную жизнь. За то, что сведения о войне находятся только в истории и воспоминаниях ветеранов. За то, что ужасы войны – это далекое прошлое, которое не должно повториться вновь. «Штурбовал Берлин, дошел до Эльбы, там с американцами черковались и встречали, понимаешь, День Победы. Ну вот, никто не думал, что надо же дожить до этих пор, до этой поры. Как хорошо сейчас, представляете, сколько было сегодня народу». Следующая площадка, откуда звучит патриотическая музыка, неподалеку, на улице Ланге. Здесь прошло торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов Гомеля. «Тех, кто лечил и учил жить дальше, а тех, кто в космос нам путь указал, о вас нам расскажут в миру молчание, в полях, под ветрами травы дыхание. Вы снова рядом, и даже года бессильны сражаться с вами, герои мои». В 20 километрах от Гомеля, в Добруше, к Дню Победы приурочили шествие и митинг. Здесь же прошел и автопробег «Дорога памяти». В нем приняли участие десятки автомобилей. Колонна проехала по улицам города, посетила памятные места района. А начались празднования Дня Победы, как и во всех райцентрах области, с акции «Беларусь помнит». Горожане прошли колонны через центры Добруша с портретами своих близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Память о подвиге живет. На фотографии мой отец, старший сержант Градоненко Виктор Григорьевич. Во время войны он был авиационным механиком и прошел боевой путь в составе 947-го авиационного полка. Победа – это очень яркий, важный праздник, благодаря которому мы остались, так сказать, под мирным небом живем, растим детей. Это очень великий праздник. Мы, конечно, благодарны всем ветеранам, которые обеспечили нам такую мирную жизнь, достойную жизнь, мирное небо. Прекрасная традиция Дня Победы – открытие новых памятников. В сквере возле Гомельского государственного технического университета имени Павла Сухова установили самолет Су-24. Этот фронтовой бомбардировщик был сконструирован в бюро, которое возглавлял наш знаменитый земляк. Дважды герой социалистического труда, лауреат сталинской, ленинской государственной премии гомельчанин Павел Сухой посвятил жизнь, чтобы самолеты летали только в мирном небе. Самое ценное, что есть в любом населенном пункте – его люди. Гомельчанам есть, кем гордиться и с кого брать пример. Здесь много молодежи. Я хочу вам пожелать, берите пример Сухова. Он любил говорить, что мечта, умноженная на упорный труд, обязательно позволит достичь самой большой высоты. Берите себе это за жизненное правило, и все у вас будет в жизни замечательно. В деревне Терюха в День Победы открыли мемориальный знак памяти Александра Вологина, героя Советского Союза, погибшего в боях под Гомелем. Всего на территории Гомельского района похоронено около 9 тысяч советских воинов и партизан. 545 из них нашли свой последний приют в деревне Терюха. Рядом с братской могилой похоронен Александр Вологин. Уроженец Самарской области принимал участие в форсировании СОЖа. Пулеметным огнем прикрывал наступление советских войск. За свою храбрость был награжден званием Героя Советского Союза. Решение об открытии мемориального знака приняли на сельском сходе. Жители его поддержали единогласно. Финансовую поддержку оказали местные предприниматели. В деревне Терюха Александр Вологин настоящая легенда. Главная улица здесь носит его имя. Историк Вера Витикова в свое время провела огромную исследовательскую работу. Как выяснилось о том, что Александру Вологину присвоено звание Героя Советского Союза, не знали ни родители, ни знакомые. Только в конце 50-х эта информация стала известна. В 59-м году, когда пришло распоряжение Совета Министров Белоруссии, нашей Белорусской Республики, все могилы, которые находятся на берегах рек, в лесах, степях, вскрывать и останки переносить в братские могилы вдоль трассы. Для чего? Для того, чтобы каждый мог поклониться. Вскрывают могилу Александра Вологину. Находят его паспорт солдатский, гильзу. И в этой гильзе бумажечка, а это был 59-й год, учтите. И мужчины нашей деревни решили, ну что ж, бумажечка отправим в архив Министерства обороны, в Подольск. Отправили, а оттуда приходит бумага. Это не просто сержант Вологин, это герой Советского Союза Александр Дмитриевич Вологин. После таких праздников в сердце укрепляется мысль о том, какой огромной внутренней силой обладает наш народ. Мы все разные, но объединены одной для всех целью – жить в мирной своей стране. И мы помним. Марина Джала, Олег Сентьюров, Дмитрий Котов, Максим Савин. Новости недели. Акция «Беларусь помнит» – общенациональный проект, идущий от души и сердца. Она сохраняет память о тех, кто освобождал нашу страну и укрепляет связь поколений. Акция продолжается до 3 июля – Дня независимости. Принятие участия в ней может каждый беларус. Для этого нужно разместить в соцсетях историю о военном пути своих близких, пометив хэштегом «Беларусь помнит». Кроме того, Белорусский Республиканский Союз Молодежи запустил марафон «Беларусь помнит – родные лица победы». Его итогом станет создание одноименного национального альбома памяти с фотографиями прадедов и дедов – освободителей и победителей. Одобрение своей инициативы активисты БРСМ получили у Александра Лукашенко во время торжественного мероприятия у монумента «Победы в Минске». Молодежная экспедиция по сбору фотографий и истории их героев пройдет в мае-июле дорогами освобождения родной страны. Для этого будет задействован брендированный логотипами акции «Беларусь помнит – микроавтобус». В нем расположится передвижная лаборатория, оснащенная компьютером, сканером, цветным принтером. Фотографии будут собирать на остановочных по ходу марафона пунктах. Здесь же фотоснимки планируется сканировать и стилизовать для размещения в альбом памяти. 17 мая именно в городе Камарин будет торжественный дан старт этой акции, в рамках которой любой желающий может принести фотографию своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне, с краткой биографией. Мы ее будем собирать, аккумулировать. Потом на конкурсной основе мы определим самые красочные и самые, наверное, запоминающиеся истории, которые попадут на страницы этого альбома. В каждой области будет выделено порядка 20 страниц. Это, конечно же, немного, с учетом того, сколько героев и знаменательных историй есть на территории нашего региона. Но также к этому альбому будет подкреплен диск, на котором будет вся информация абсолютно. То есть вся информация, которая была собрана, будет там. Ну а самые лучшие истории уже будут нанесены на эти страницы. И в продолжение темы. В преддверии Дня Победы и в год 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков ветеранские организации региона развернули масштабную работу. И это не только патриотические проекты и акции. Речь о конкретной заботе о каждом ветеране и участнике боевых действий. А еще о том, как сохранить историческую справедливость. Ведь не секрет, что в отдельных государствах периодически предпринимаются попытки перекроить историю Победы. Память поколений. Об этом большое воскресное интервью с первым заместителем председателя Гомельского областного совета ветеранов Василием Козревым. К слову, в эти праздничные дни Василий Степанович получил благодарность президента Беларуси за многолетний добросовестный труд и личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. В этом году белорусы отмечают по-настоящему знаковую дату, имеющую отношение, наверное, к каждой без исключения семье, 75 лет освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Огромное количество мероприятий, проектов. И это здорово. Память жива. Как понимаю, этот год для представителей ветеранских организаций более чем насыщен. 75-летие освобождения Беларуси в Гомельской области началось уже в 2018 году. У нас в 2018 году было освобождено 12 районных центров. Первый – это Камарин, ныне городской поселок, а ранее это был районный центр, это Брагин, это Лоев, это Ветка, это Добруш, это Речица, ряд других районов. В 2019 году будет освобождение районных центров остальных Гомельской области и 3 июля – освобождение Белоруссии. Поэтому для Гомельской области особо и прошлый год, и этот очень напряженный. И все планы, которые мы строили, мы строили с учетом того, чтобы вот эта дата была отмечена особо и в каждом населенном пункте, в каждом районном центре. Мы привлекали для этого все ветеранские организации Гомельской области. И действительно, Василий Степанович, запрос на правду о Великой Победе у белорусов достаточно велик. Более, я скажу, это основа идеологии нашего государства. Но мы ведь с вами видим, и особенно, уверен, сердце болит у ветеранов по этому поводу, как перекраивают историю во многих государствах. Попытки предпринимаются из раза в раз. Как объяснить молодежи, для чего это делается? Я работаю в Совете ветеранов уже более семи лет. Хочу сказать, что ветераны, сами ветераны, а их насчитывается где-то 382 тысячи, у нас практически все ветераны, я не помню случая, чтобы кто-то говорил неправду о Великой Отечественной войне. То есть они историю знают. Они считают своим долгом сегодня нести эту правду о победе? Да, и мало этого, они рассказывают молодежи, что у нас в Беларуси каждый третий человек погиб у этой Великой Отечественной войны. Каждая семья причастна к этой войне. И все знают, что, да, советский солдат, это самый сильный солдат был в мире. Он сумел победить фашистов, фашистскую гадину и вернуть нашу Беларусь в то русло, которое было до Великой Отечественной войны. Василий Степанович, и в этой связи реальные участники тех военных действий лучшие проводники в историю. Тут никто не поспорит, насколько активно ветераны участвуют во встречах с молодежью. Ведь состояние здоровья многих сдерживает активность. Мне хотелось сказать несколько слов о герое Советского Союза, Денищенко Герой Кириллович. Это лётчик, заслуженный лётчик Советского Союза. Он был один из первых председателей Совета ветеранов в Гомельской области. И, естественно, он строил свою работу, начал строить работу Совета ветеранов с патриотического воспитания молодёжи, внесения ветеранов в свой клад, посильный, будем говорить, в экономику. И многие другие социальные вопросы, которые решались и для ветеранов, и для жителей Гомельской области. Мы продолжаем эти традиции. Мы стремимся, вот так, как он строил работу, работать и самим. И у нас получается. Вот за прошлый год у нас не было никаких нареканий с вышестоящих городов. А об исполкоме на Координационном Совете, властную ветеранскую организацию поставили. Пример, как одну из образцовых организаций, которая выполняет достойно свой ветеранский долг. Прежде всего, в патриотическом и героическом воспитании нашего молодого поколения. Сегодня вашей заботой окружены не только ветераны и участники Великой Отечественной. Вы ведёте работу и с ветеранами труда, и с ветеранами войны в Афганистане, да и не только. Да, мы ведём работу, я назвал уже цифру, 382 тысячи ветеранов. Это самая большая общественная организация в Гомельской области и после профсоюзов. Вот мы привлекаем к своей работе и координируем работу профсоюзными организациями, Белорусским Республиканским Союзом Молодёжи, Союзом Офицеров, Красный Крест, Вод Мира и ряд других. Коммунистическая партия за последние годы стали плотно вести приём граждан, особенно ветеранов. И они к нам приходят. Участники Великой Отечественной войны, допустим, в Светлогорске, после операции обратила, чтобы... Ну, ей сложно ходить в поликлинику и процедуры там, послеоперационные проводить. Попросила, чтобы медсестра проходила на дом. Мы с медицинским учреждением обговорили, и медсестра проходила. Нашли вариант. Да, нашли вариант. В Водокшлёвском районе, к примеру. Значит, сломался телевизор. Казалось бы, того и простой вопрос. А для пенсионеров, ветеранов, это проблема. Особенно, если это одинокий человек. Одинокий, да. И таких примеров десятки, и даже сотни. Таких можем сотни проводить. Последний пример, мне хочется всё-таки сказать, не последний, а просто пример. Томашенко, инвалид с детства в следствии боевых действий Великой Отечественной войны. Ну, значит, получила удостоверение как-то с опозданием. Ну, не обращалась, потом получила. Она проработала всю жизнь, где-то более 25 лет, на химзаводе, в Гомельском химзаводе. И она претендовала на то, чтобы её включили в список, значит, там, где льготные ветераны Великой Отечественной войны. И им там на заводе, согласно коллективному договору, определённые льготы представляются. И вот сложно этот процесс проходил, её не поддерживали. Она обратилась в нашу областную ветеранскую организацию. И она даже в знак благодарности написала благодарность на письмо председателю Республиканского совета ветеранов. Василий Степанович, спасибо за этот действительно огромный пласт работы, который выполняете и вы, и ваши коллеги. В этот праздничный год в вашем лице позвольте поздравить всех ветеранов и участников Великой Отечественной 75-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Здоровья и успехов! Спасибо. И вам мира и добра. Спасибо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что значит высокая оценка работы на республиканском уровне для региональных СМИ в нашем следующем материале. В преддверии двух соседствующих праздников Дня печати и Дня радиотелевидения и связи по традиции подводят итоги различных профессиональных конкурсов. Согласно результатам республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве в категории электронных СМИ и интернет-ресурсов победу одержал коллектив телерадиокомпании «Гомель». Кроме того, свою заслуженную награду получил исполнительный продюсер Александр Гавейко. Его работу по достоинству оценили в Белорусском союзе журналистов. Он стал лауреатом премии БСЖ за лучший цикл материалов в тележурналистике. Такого рода награды, безусловно, бодрят и вдохновляют. И мне кажется, что вот та череда поздравлений коллективу телерадиокомпании в виде наград определенных конкурсов профессионального плана – это хороший мотиватор для каждого из нас делать свою работу чуть лучше, делать программы чуть интереснее, реализовывать новые проекты. Тем более, что возможности для этого есть. За последние несколько лет «Беларусь-4» серьезно технически и творчески переоснастился. С созданием новой студии началась работа над пилотным проектом для республиканского эфира. Закупка современного оборудования позволила снимать весь внутренний контент телерадиокомпании в формате Full HD. Это порядка 20 оригинальных циклов передач. Ежедневно нас смотрят по телеканалу «Беларусь-4 Гомель». Цифровое вещание начинается в 7 утра и завершается около полуночи. Зрительская аудитория и более миллиона человек. Именно для них работает сплоченная команда специалистов, которые создают современные телепередачи и видеофильмы различных жанров и направлений. Евгения Кухаронок, Андрей Иванов. Новости недели. Количественный и качественный скачок. Завершившийся сезон для гомельского волейбола получился более чем удачным. Мало того, что команд, представляющих регион в чемпионатах страны, стало больше, при этом количество перешло в качество. Выиграно 5 наград. В причинах успеха разбирался Максим Савин. Женские волейбольные команды из Гомельской области на республиканской арене стабильно радуют. Гомельская надежда выиграла чемпионат страны в дивизионе Б высшей лиги. И есть планы в следующем сезоне вернуться в элиту. Мозырская жемчужина Полесье вообще в числе лидеров белорусского женского волейбола. Чемпион страны в сильнейшем дивизионе 2015 года. Многократный призер чемпионата и Кубка Беларуси. Команда приучила своих болельщиков к ярким выступлениям. В минувшем сезоне поляская дружина вновь оказалась в призах. Бронза. Успехи команды не случайность. В Мозыре работает вертикаль подготовки волейболисток под брендом «Жемчужина Полесье». С дюшер профсоюзной организации Мозырского НПЗ. Вторая команда и команда мастеров. Дубль «Жемчужины» в дивизионе «Б» в нынешнем году финишировал на пятой строке. Команды спортшколы также в лидерах в своих возрастных группах. Сейчас мы уже вышли на тот этап, когда появляются игроки приличного уровня, молодые. Да, еще впереди у них много работы, но перспективы есть. И здесь уже на первое место выходит и где-то такой патриотизм. Хотелось бы, чтобы дети оставались дома. В принципе, есть команда, есть опора. С мужским клубным волейболом все было не так радужно. На временах гомельского волейбольного клуба и жлобинского металлурга, которые были в числе лидеров национального чемпионата, спортивная общественность вспоминала с ностальгией. А последние полдесятка лет наш регион и вовсе не был представлен в чемпионате Беларуси. В 2018-м на волейбольном небосклоне засияли две звезды из Гомеля – Бумпром и Энергия. Первые сходу в сезоне выиграли золото дивизиона Б высшей лиги, вторые стали бронзовыми в элите и в розыгрыше кубка. Дебют более чем удался. Оценили это и болельщики, явно соскучившиеся по волейболу и заполнявшие трибуны на домашних матчах. Успех Энергии ценен вдвойне, команда создавалась с нуля. Областное отделение Белорусской Федерации волейбола при поддержке руководства региона проделало большую работу по формированию состава. За основу взяли команду с Дюшор Энергия профсоюзной организации ТЭЦ-2. Очень много понадобилось сил, средств и прочих каких-то моментов, чтобы собрать всех, вернуть коммерческих ребят на свое поле, скажем, на свою площадку. Убедить, что именно здесь будут развиваться волейболы. Очень важным фактом оказалось то, что изъявило желание по работе старшей тренером национальной сборной мужской лихорад Дмитрий Васильевич. Многие пошли за ним, учитывая то, что четыре сборника, именно вооруженцы коммерщины, изъявили желание. Директор с Дюшор Энергии Андрей Карабанев с ностальгией вспоминает о прошлых победах и с уверенностью смотрит в будущее. С созданием команды мастеров система развития волейбола в регионе приобрела завершенный вид. Молодые ребята видят, как играют профессионалы и знают, что благодаря упорству и труду смогут оказаться на их месте. Кстати, молодежь уже проявляет себя. Энергия-2 выиграла бронзовые награды дивизиона Б высшей лиги. Хорошие воспитанники нашей школы уходили в другие клубы. Два человека, Марченко Андрей и Будюхин Максим, они перешли в Солигорск, в Кешахстер, где стали чемпионами уже подряд три года. Многие игроки в другие клубы были переданы. Учитывая то, что сейчас команда здесь создана, основная здесь, то здесь будут оставаться дети лучшие в этой команде. Команда «Энергия» входит в структуру Гомельского клуба по игровым видам спорта. Его частью также является и женская баскетбольная команда «Гомельсош». Первые шаги сделаны, отступать никто не намерен. Остается еще много вопросов, которые необходимо решить и финансовых, и организационных, и кадровых. Однако уже понятно, что мужскому клубному волейболу в Гомеле быть. И первый сезон показал, что путь его может быть весьма успешным. При любом развитии событий волейболу на Гомельщине быть, потому что мы создали самое главное, мы создали систему высшего звена подготовки. И сегодня любой спортивной школе, которая сегодня культивирует волейбол у себя, есть куда передавать спортсменов, которые показывают результаты. Максим Савин, Игорь Морищенко, Евгений Макеенко, Александр Харлампов. При поддержке телеканала «Мозырь». Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок